Здравствуйте, уважаемые трейдеры и инвесторы! С вами на связи Виталий Кухта. Сегодня у нас пятница, 22 января. 2021 год, да, уже на дворе. Как всегда у нас по пятницам программа «Открытый микрофон». Сегодня у нас будет, скажем, программа «Открытый микрофон» в новом формате выпускаться. Это будет ProTrading. Что имеется в виду? Здесь будет как аналитика, да, торговые рекомендации, так и вторая часть. Это будет все о трейдинге, да, о разной истории, обучающий материал. Да, сегодня мы, скажем, добавим немного обучающего материала, скажем, с той торговой стратегией, которую я использую, да, там частично. Мы сегодня поговорим о дивергенциях, поговорим о ложных пробоях в моделях, да. Я думаю, будет интересно. И все время будут разные моменты рассказывать, обучать, чтобы вы, скажем, развивались. То есть у нас будет формат про трейдинг, да, будем все говорить. Вы можете, скажем, сделать так, в комментариях писать, что вам интересно. Пишите. Чем больше будет комментариев, больше вопросов, тем я буду это добавлять и рассказывать об этом. Да, там, допустим, о риск-менеджменте, возможно, вопрос, там, истории каких-то трейдеров, как они, скажем, заработали деньги, как легче заработать деньги на, допустим, на интродэй торговле, да, активной торговле, там, куча сделок делать, там, все время, там, смотреть аналитиков и так далее. Или лучше сделать, там, несколько сделок таких удачных, как их нужно отобрать, чтобы на них заработать деньги, да. Вот есть много историй трейдеров, которые, там, с небольших сумм денег, это американские трейдеры, которые, там, заработали миллионы, скажем, ну, на хороших движениях. Как эти движения понять, когда они происходят? Об этом возможно поговорить. И я думаю, на протяжении года в программе про трейдинг мы будем обсуждать вот эти все моменты. Итак, напомню, на сайте Кухты Кепитал новая статья есть по поводу фондового рынка, я об этом уже говорил еще в среду на битве аналитиков, по поводу того, что есть расхождение между индексом волатильности и фондовым рынком, да, индекс волатильности, он немножко, вот у нас два графика, снизу индекс волатильности, он перевернутый, WIX, индекс страха и Dow Jones график. Мы знаем, что Dow Jones, там, S&P 500, NASDAQ, вот именно на этой неделе S&P 500 и NASDAQ, они новые хаи показали, Dow Jones нет, да. Но, в общем, там, за последний, там, месяц мы все время новые максимумы делали. А вот если взять индекс страха, WIX, он не показывал новые, скажем, минимумы, он все время выстреливал. Мы, кстати, два раза его покупали, два раза удачно, 30 декабря была очень хорошая модель. Вот я сейчас покажу. Да, вот у нас индекс страха WIX. Напомню, его возможно торговать в компании Amarkets, да, она предоставляет такую возможность, потому что, если взять, там, большинство брокеров, которые есть на рынке на сегодня, Forex, в некоторых этого инструмента нет. Он очень хороший для заработка. Вот здесь мы покупали данные точки 30 декабря, хороший выстрел получился. И дальше я советовал где-то в пределах 12 января, если не ошибаюсь, вот здесь, вот прямо на этом баре покупали. Тоже получился неплохой прострел. Стоп мы ставили 22.00. Мы его не добили, там, пару копеек и получился выстрел. Снова идет накопление и, по идее, должен получиться хороший выстрел. Да, вот я в среду на битве аналитиков говорил, здесь есть небольшое накопление, возможно, получится выстрел. Что эта информация нам дает? Она говорит, что в ближайшее время должен быть увеличена волатильность на рынке. Это нам говорит, что индекс S&P 500 будет там немножко колбасить, индекс Dow Jones и Nasdaq. Вот, скажем, было у меня несколько сделок, они неудачные по шарту S&P 500. Скажем, ну как, по безубытку выносило и так далее. Да, там были стопы. Я захожу с короткими стопами, но есть вот такие моменты. Но удачно викс происходит торговля. На текущий момент у нас присутствует дивергенция по S&P 500. Она достаточно очевидная. У нас новый хай, который мы показали в январе текущего года, он перебил хай декабря 2020 года. И, как мы видим, этот вес подъем идет, скажем, вопреки этому индикатору. Поэтому я думаю, что ниже уровня 38, скажем, 20. Возможно рассматривать шорт по данному инструменту. Здесь может получиться модель ложный пробой, сложный ложный пробой. Да, там есть три вида. Если кому будет интересно модели ложный пробой, мы можем снять на следующем занятии более подробную данную информацию. Вот вкратце, что я могу сказать. Я уже говорил об этом. Есть три вида ложных пробоев. Ложный пробой одним баром, ложный пробой два бара и сложный ложный пробой, скажем, в таком контексте. Когда есть определенный ключевой уровень и идет, как говорит Ларри Вильямс, великий американский трейдер, ловушка специалиста, да, всех загнали выше какого-то уровня и происходит, скажем, срабатывание стопов, когда мы опускаемся ниже уровня. Ключевой уровень у нас 3.820. То есть вот у нас вот этот уровень, он достаточно сильный, ну, скажем, относительно он сильный, он локальный. Здесь не супермодели, но если учитывать вот эти все факторы, здесь возможно происходит модель ложный пробой, сложный, да, вот этот вариант сложный, ложный пробой. Вот такая, скажем, формулировка, да. Плюс, плюс у нас есть дивергенция, да. Это все есть и как по Dow Jones, NASDAQ. Здесь также ключевые уровни, если взять Dow Jones. Мы, кстати, вот после инаугурации Байдена мы не переписали по Dow Jones. Здесь делается двойная вершина, такая глобальная, плюс у нас есть дивергенция. По данному активу она уже, скажем, в принципе, аналогично идет с декабря 2020 года по январь. Вот этот новый хай, он идет через дивергенцию. Я думаю, что учитывая индекс волатильности, вот эти все моменты, у нас может получиться очень хороший прострел. Вот это все накопление, да, которое у нас идет, оно в принципе может выстроить вот сюда. Мы с ребятами, я советовал своим подписчикам, как я уже сказал, вот здесь покупать в данной точке. Мы находимся без убытки. Часть мы закрыли, 30%, я советовал вот здесь закрыть по данному активу и сидим, ожидаем. Возможно, получится этот прострел, а здесь проценты очень хорошие, возможно, заработать. Если уйдет ниже, по без убытку, будем дальше искать. Но, скажем, этот актив для меня очень интересный для торговли. Я его открыл для себя в прошлом году, в 2020, да, в начале 2020 года. Напомню, я много говорил о том, что данный актив показывает о том, что будет коррекция эта глобальная в 2020 году. Ну, она произошла, это был сигнал, индекс волатильности показывал, паттерн, и сейчас он тоже показывает. Поэтому вот так Dow Jones, как я уже сказал, и, ну, NASDAQ для меня на данный момент пока неинтересный данный инструмент. Дальше, что мы можем поговорить? О биткоине, в принципе, пошел на коррекцию, я сейчас его не торгую, мы обсуждали с ребятами где-то в районе там 36-37 тысяч о шортах, немножко отработали, так достаточно хорошо. Кто-то здесь покупает. Дальше я пока, скажем, в такие фишки не вхожу. Я, кстати, думаю записать информацию по пузырям, достаточно будет интересное, поставьте плюсики в под видео или вопросы, что данная информация интересна, мы о ней поговорим. Дальше. Нефть. От нефть может уйти на коррекцию. Почему? Здесь аналогично так по дивергенции у нас ничего нету на дневном графике. Я думаю, что фондовый рынок возможно уйдет на коррекцию и данный актив также будут скидывать. У нас прошел хороший импульс на прошлой неделе. Вот один, второй, коррекция. И мы сейчас, если будем пробивать уровень поддержки 51-80, я думаю, что здесь есть куда падать в район 50. Плюс вот на часовиках видно, что здесь хорошо его сливают. Один слив 13 января, 15 января вы здесь слили и сейчас идет новый слив, поэтому пока я зашел по данному активу, возможно получится хорошая коррекция в район 50, а возможно и 46. Дальше. Индекс доллара. Вот здесь достаточно интересная информация. Я уже сказал, что я жду по нему рост, но на данный момент не вижу, скажем, хороших точек входа. Нужно быть осторожным, потому что могут провалить его сильно вниз на перелол, где-то в район там 89. Пока жду. Так как у нас вот здесь прошел хороший импульс, да, и у нас сейчас идет коррекционное движение. И с этого движения я буду искать точки входа на покупку. Мы должны, по идее, очень хорошо уйти наверх, да. Но сейчас точек входа нету. Есть варианты рискованных покупок. Пока не буду советовать такие моменты. Там уже по желанию, так как мы, в принципе, встали в шорт по индексу доллара с ребятами. Точнее, это было позавчера, в среду вечером, да, вот в среду утром я покупал доллар, да, а вот вечером я уже перевернулся. Это было вот с ребятами, вот кто помнит и кто смотрел битву аналитиков. В среду утром я советовал по цене 0.8870 вот здесь. И советовал покупать вот на этом уровне поддержки доллар-франк. Он практически копирует индекс доллара, евро-доллар частично, да. Он неплохо сделал локальные цели, которые я говорил 0.8920 и дальше я ждал вверх. Но ровно под закрытие рынка мы вышли, скажем, я перевернулся в шорт и давал рекомендацию своим подписчикам в шорт. Мы уже часть зафиксировали, там, подтянули стоп в плюсовую зону. Почему мы зашли в шорт? Вот было видно, когда у нас, смотрите, пошел хороший рост и во второй, ну, на открытии американской сессии у нас появился, это практически там перед инаугурацией Байдена, да, 20 января, у нас произошел хороший импульс вниз, то есть появились медведи на рынке. После этого импульса у нас появилась консолидация. Вот на этой консолидации ровно перед закрытием рынка мы вошли в шорт со стопом за вот этот хай, за импульс. Мы неплохо прокатились. Здесь один часть профита сняли и сейчас, чтобы, скажем, зайти снова в лонг, нужно получить хороший импульс наверх, там, с коррекцией, да, и дальше, потому что сейчас могут уйти пониже и так далее. Вот такая ситуация. Пока, скажем, по доллару, по долларовым парам, ну, конкретно по индексу доллара, доллар-франк, вот я пока вижу так. Здесь нужно быть осторожным, пока супер точек хода в лонг нету. Если не будут, будем обсуждать их в понедельник, в среду или там уже на следующей неделе, там, когда получится. Но пока у моих подписчиков стоит рекомендация на шорт по данному активу. Но стоит аналогично здесь присматриваться к покупкам. Нужно их подождать, чтобы они нарисовались, так как у нас здесь есть модель, могут и провалить, и обновить минимумы. Поэтому вот я так и, в принципе, и рассчитывал. Но если у нас нарисуется здесь вот такой импульс наверх с коррекцией, да, можно рассчитывать на дальнейший рост доллар-франка, там, индекса доллара, что касается данного актива. Евро-доллар, он, в принципе, аналогично доллар-франку. Здесь пока быки взяли, скажем, руль. Показывает силу. Как я уже сказал, что у нас с начала января произошел такой неплохой импульс вниз. И сейчас я ожидаю коррекционные движения по данному активу. Будет ли это коррекция или это будет новый максимум, это время покажет. Но я пока рассчитываю, что это коррекция. И точек хода пока в шорт не вижу. Есть, в принципе, уровни неплохие для шорта. Это текущая цена. Но это ненадежный шорт. Есть уровень 1.22.20. Тоже неплохой. Я бы здесь подождал даже не вот эти уровни, а подождал бы картинка шортовой. Потому что у нас здесь могут так и подогнать и очень хорошо вверх. Как я уже сказал, с перехаем. Аналогично доллар-франк с перилов и индекс доллара с перилов. Поэтому буду очень осторожно с выбором торговых рекомендаций для подписчиков. Но в глобальном формате для тех трейдеров, которые торгуют позиционно, торгуют с соблюдением риск-менеджмента и могут выдерживать крупные просадки. Это для них нормально. То я только за шорт с текущих чуть выше добавляться. Так как, напомню, в декабре месяце я советовал только шортить евро-доллар с возможностью там 100-200 пунктов выше. Посмотрите записи битвы аналитиков, что у нас даже такой был отдельный батл, где мы там 3 аналитика выступали. Я говорил, что плюс-минус отсюда мы сделаем еще 100-200 пунктов. Мы ровно 200 пунктов сделали и дальше падение. То есть можно было, скажем, для среднесрочного позиционного трейдинга набирать шорт позиции. Аналогично в текущем моменте. Для тех трейдеров, которые, скажем, там у них небольшие депозиты, они торгуют с большим лотом, то здесь нет точки входа, потому что вы можете сегодня войти в шорт, вас протащат наверх там 50-100 пунктов и вы там потеряли часть депозита большую. Это не для тех трейдеров. Для таких трейдеров есть конкретные точки входа. Когда они рисуются, тогда мы их и советуем. Аналогично это касается и S&P 500, там индекса страха. Вот почему мне S&P 500 так не сильно нравится в такой позиции интродай трейдера. Там больше позиционный трейдинг. Для тех трейдеров, я советовал, кто там закупился акциями, я говорил, что в ближайшее время это нужно выходить с этих лонг позиций, так как возможно сильная коррекция. Для интродай трейдинга больше мне подходит индекс волатильности, он более интересный, там более такие хорошие моменты рисуются. Это что касается евро-доллара. Дальше. Фунт-доллар. По фунту, возможно, short, возможно, short. Мы снова ушли под уровень 37. У нас 37 уровень достаточно сильный по данному активу. Мы от него отбивались в начале января, 4 января. Потом снова тестировали в районе там 13-14 января, потом 19 января. Вот смотрим. Вот эти точки, которые вот одна точка, 2, 3, 4. Мы пробили вчера. Да, закрылись выше. Здесь, возможно, происходит ложный пробой 2 бара. Да, если взять на дневках. Вот в таком ключе. Но нам желательно сегодня, чтобы эта модель подтвердилась, нам нужно уйти вот сюда. Да. Потом с коррекции заходить в short. Потому что текущее значение может, в принципе, дальше продолжиться наверх. У нас здесь плюс трендовая. Да, вот здесь ее четко видно. Вот мы ее тестируем уже несколько раз. И сейчас можем тоже отбиться. Поэтому ее нужно желательно пробить. Здесь модель ложный пробой 2 бара на дневках. Да, то есть вот вчера мы закрылись. Плюс у нас на часовиках есть дивергенция. Она, в принципе, себя уже отработала. То есть мы ушли в зону ниже 0. То есть дивергенция отработалась. Плюс дневная здесь дивергенция стоит по данному активу. Вот она. Так вот. Вот вот эта дивергенция. То есть вот у нас идет рост. Скажем, индикатор показывает вниз. Плюс вот, как я уже сказал, модель ложный пробой 2 бара. Вот он рисуется как раз. Желательно сегодня пониже уйти. Хотя бы пробить вот вчерашний минимум. Вот так. Закрыться. В таком случае здесь можно говорить о среднесрочном развороте. Так как я уже неоднократно после Нового года мы с ребятами шартили. По аналогичной модели. Вот здесь, смотрите. Тоже было. Уровень 1, 2. Ложный пробой 2 бара. Вот здесь. Вот консолидация под уровнем. И мы шартили. Я рассчитывал, что данный актив уйдет глубоко вниз. А он ушел только там 150 пунктов. Где-то там плюс-минус. И получилось не заработали то, что ожидали. И на текущий момент жду аналогичной картинки. Если она нарисуется, можно сказать с уверенностью, что... Ну, скажем, не с уверенностью, а, скажем так, с долей, небольшой долей вероятности, что у нас рисуется здесь среднесрочный шорт. Получится ли он, или это снова будет какая-то коррекция. Время покажет. Поэтому здесь модель ложный пробой 2 бара ожидаем. Он, в принципе, уже в моменте рисуется. Напомню, из точки входа по модели ложный пробой в моменте и после, скажем, когда нарисуется модель. Об этом, скажем, мы поговорим в следующих обзорах про трейдинг. Плюс, скажем, на обучении я более детально обсуждаю данные моменты. Дальше, что еще можно сказать? Канадский доллар аналогично у нас дивергенция на дневном графике. У нас, вот мне вчера ученик спрашивал вечером о покупке данного актива. Аналогично, смотрите, уровень 1.2. Здесь уже получается ложный пробой 1 бар. Смотрите, вот сегодня такой получился обзор плюс обучающий материал. То есть 1.2.3.4. Да, 4 дня мы бьемся в данный уровень. Вчера мы, получается, сделали ложный пробой 1 баром. И пошла реализация этого ложного пробоя. Конечно, мы находимся, как я уже сказал, в дивергенции. Плюс мы против тренда торгуем. У нас идет тренд вниз. Поэтому, возможно, это только коррекция. Если мы дальше уйдем вниз, нам желательно пробить вот эти хаи, вот эти два хая. И трендовую, и после этого, возможно, сказать о смене тенденции. Пока это, возможно, всего-навсего коррекция. Ну, материал есть для обучения. Аналогично, я вчера своим ребятам скидывал ложный пробой по мексиканскому песо. Это тоже дивергенция. Плюс вот у нас получается уровень. Раз, два, три, четыре. Мы вчера зашли вечером, ближе к вечеру, выше уровня. И, в принципе, идет реализация ложного пробоя. Пока мы интродэй отработали, уже два дня идем плюс. Посмотрим в среднесрочном формате, что здесь получится. Это коррекция или дальше уйдем вниз, время покажет. Поэтому, пока это все. Обсудили несколько идей по рынку, несколько наблюдений, дивергенцию, модели ложный пробой. Если вам интересно дальше более подробно узнать о дивергенциях, о ложных пробоях, в следующем обзоре можем поговорить. Пишите в вопросах, в комментариях под видео. Интересно обсуждаем такую-такую тему. Будем, конечно, добавлять много других тем, так как у нас новый проект в 2021 году про трейдинг. И мы говорим о многих вещах в трейдинге. О плюсах и минусах. Мы будем много говорить и о минусах, которые нужно понимать, как их обходить. Как их не всегда получится обойти, потому что это трейдинг, это психология, это рынок. Здесь много разных фишек. Итак, на этом заканчиваем. С вами был Виталий Кухта, Кухта Кепитал. Будут вопросы, пишите в комментариях или на сайте есть мои контакты, Facebook и Telegram. Всем удачной торговли. До свидания.